Добрый день, дорогие товарищи! Сегодня, 21 января, все порядочные люди на планете Земля вспоминают Владимира Ильича Ленина, который скончался в этот день в 1924 году и до сих пор не дает покоя всем мещанам, негодяям и алчным людям на планете Земля. Итак, давайте с вами в этот день посмотрим, во-первых, развеем миф, от чего болел Ленин, как он умер, и самое главное, кто решил, и как похоронить его в мавзолее. Ну, естественно, миф номер один, что Ленин умер там чуть ли не от сифилиса, понимаете? Вот кто-то говорит от сифилиса, кто-то говорит от нейросифилиса. Ну, на самом деле, вот этот бред разоблачили немецкие врачи, которые, собственно говоря, ну, прежде всего, это Ферстер, крупнейший немецкий нейрохирург, в честь которого до сих пор в Германии присуждается премия по именно нейрохирургии. Так вот, он наблюдал Ленина с мая 1922 года, ну, практически вплоть до его смерти. Бригада немецких, как бы сейчас сказали, хирургов, она и проводила вскрытие, вместе с нашими врачами, конечно, да. Ну, и так как сам Ферстер потом все время жил в Германии, причем даже в нацистской Германии, он умер в июне 1941 года, за несколько дней до начала войны. Ну, сами понимаете, если бы была какая-нибудь возможность сказать гадость про Ленина, ну, наверное, при гитлеровском режиме, ну, не применули бы этого сделать, потому что, ну, сами понимаете, Ленин был главным врагом Гитлера. Это я должен сказать тем, кто против Ленина сейчас. Вот как все враги Ленина, в общем, заканчивали свой бренный путь. Итак, в чем причина болезни Ленина? Кстати, в советское время еще говорили, что очень сильно повлияло на здоровье покушение эсерки Фанни Каплан на Ленина на заводе Михельсона в августе 1918 года. Действительно, Каплан с близкого расстояния, она была близоруко, а Ленин, в отличие от всех власть-предержащих сегодняшнего дня, он вообще ходил пешком на рабочие митинги без всякой охраны. Единственным охранником был его водитель по совместительству, да, которого в тот момент Ленин просто отпустил, так как от Кремля до завода, с его точки зрения, был недалеко, он пешком ходил. Так вот, Каплан стрелял в Ленина действительно, как она думала, отравленными пулями. Эти пули были смочены, ну, тогда это было, уж извините за такое выражение, мода, пули были смочены ядом Курера, но из-за длительного хранения этот яд просто, так сказать, пришел в негодность. К счастью, и пули действительно нанесли Ленину много вреда, но они уже все-таки не были отравлены. Ленин умер просто от того, что, как бы сейчас сказали, в 53 года он скончался, он сгорел на работе. То есть официальный диагноз, который, ну, нормальные люди никогда, собственно говоря, не подвергали сомнению, атеросклероза сосудов головного мозга. Или, если говорить попроще, просто изнашивание сосудов головного мозга, потому что Ленин, ну, спал всего лишь по несколько часов. Вот за время, когда он руководил нашим государством, это фактически до октября 22-го года. Ну, с тех пор его работа уже носила, к сожалению, такой из-за болезни эпизодический характер. Так вот, он работал, извините, больше всех, а ел, как все. А в то время ели очень плохо, да, в связи с тем, что именно в хлебородных областях бывшей Российской империи шла гражданская война, в основном, да, это юг России, Украины. Ну, Клара Цеткин вспоминала, да, как Ленин решил в очередной приезд в Москву угостить ее, как он выразился, царским обедом. Обед состоял царский в одном, в том же самом пайке, ну, который все получали, там, хлеб наполовину, там, не пойми с чем, морковная заварка для чая, кусочек сахара, ну, вот для Клара Цеткина полбанки варенья Ленина выставил, это была его единственная банка, его же наполовину, как отметила Клара Цеткина, вот он им угощал. Вот это был у Ленина в то время царский обед. Ну, естественно, просто мало спавший, плохо питавшийся, отдававший всего себя на служение Родине Ленину, вот он, собственно говоря, и сгорел. Немцы, хирурги немецкие все это констатировали. Ну, и, кстати, да, как его лечили? Ну, а как его можно вылечить, понимаете? Вот это и в наших фильмах показано, и в воспоминаниях. Ферстер, это лечащий врач Ленина, еще раз говорю, немец, он сказал, что здесь никакие медикаменты помочь не могут, здесь нужен спокойный образ жизни. И помните, да, вот это все, когда запрещались газеты на Ленину в горки доставлять, там, секретарю строго-настрого говорили, что тогда началась внутрепартийная борьба между Сталином и Троцким как раз в 23-м году, чтобы ни в коем случае ему об этом никто ничего не говорил. Ну, вы сами понимаете, это, конечно, правильно с медицинской точки зрения возможно, но как себе можно представить Ленина, Ленина, который ничем не интересуется, читает, я не знаю, там, какие-нибудь, может быть, там, детективные романы о Шерлоке Холмсе, но это нельзя себе представить. Ленин не мог и не мыслал себя без своей страны. Отсюда, кстати, вот и известная перепалка Сталина с Крупской, потому что, естественно, Надежда Константиновна, как жена, посещала Ленина в горках Сталину, прикал ее в том, что она газеты ему тайком привозит, что она, значит, рассказывает ему вот о внутрепартийной борьбе, чтобы подтачивать здоровье Ленина. Ну, а как еще, понимаете, у Ленина более секретари, он их, тем не менее, даже спрашивал, а что едят вообще, а какое настроение на заводах, ну, как он мог быть без этого. И хотя Ферстер прописывал ему на прогулке, прогулки, вот, спокойствие, там, отрешенность от жизни, ну, сами понимаете, это были только слова, никак не применимы к Ленину. Первый инсульт у Ленина случился в мае 1922 года, но он относительно быстро восстановился, все-таки здоровье у него было очень хорошее, потому что вел всегда правильный образ жизни, вот до того, как стал лидером советской страны, на коньках катался, любил пешие прогулки, там, на велосипедах. Ну, когда было время, естественно, после октября 1917, вы сами понимаете, не то, что он там не хотел этого, у него просто минуты свободные все это время не было. Ну, и вот, и, собственно говоря, он восстановился. В октябре 1922 года он последний раз приезжал, вот, выступал публично. Потом декабрь. Новый инсульт 22-го, и самый страшный инсульт был опять после инсульта 2-го, он еще мог писать, говорить. Вот он сочинил свое известное, ну, как сейчас называют, письмо к съезду, где давал характеристики основным лидерам большевистской партии, то на съезд он уже попасть не мог, к сожалению, в 23-м году. И вот в марте 23-го его настиг самый страшный третий инсульт, когда у него парализовала уже часть тела, у него отнялась речь. Ну, а сами понимаете, что, да, то есть Ленин все понимал, реагировал, как всегда там смеялся своей известной всему миру улыбкой, но он уже просто ничего не мог сказать. И, в общем, уже где-то с конца лета 23-го, так как улучшения не наступало, руководство партии стали понимать, что, наверное, к сожалению, смертельный исход очень вероятен. И осенью 23-го года состояло заседание Политбюро, ну, это тогда был высший орган партии, где обсуждался вопрос, что делать, если Ленин умрет. И вот тогда впервые встал вопрос, говорят, что поднял его Сталин, кто-то говорит, что его поднял Калинин все-таки, о том, что после смерти останки Ленина должны быть забальзамированы и храниться мавзолей. Кстати, вот здесь слушайте внимательно, пожалуйста, против этого выступили Бухарин и Троцкий, ну, против такого варианта. Знаете почему? Заявили, что это поповство исследования ритуалом христианской церкви. А и Бухарин и Троцкий, они, значит, были как главные идеологи партии, ну, ярыми таким безбожниками. Вы что же, хотите, чтобы Ленин напоминал христианские мощи, что ли? Сказал Троцкий тогда. Он назвал это безумием. Ну, а Бухарин, еще раз говорю, поповством. Ну, после того, как 1850 московского времени в Горках, которые сейчас называются, слава богу, еще Горки Ленинские, Ленин скончался 21 января. Значит, его доставлял в Москву на Павелецкий вокзал траурный поезд. Его встречала огромная масса людей. Я хочу сказать, что тогда был мороз. Мороз просто был дикий в Москве, и там больше минус 20. Ну, и сами понимаете, никаких там самолетов, комфортабельных поездов, автобусов. Никогда люди шли пешком из Подмосковья, там, из Москвы за десятки километров туда и обратно, да, чтобы почтить память Ленина. Потом, до похорон 27 января, тело Ленина было выставлено в колонном зале Дома Союзов, и, ну, понятно, статистику, опять-таки, никто не вел, но простилось с вождем где-то более полумиллиона человек. Еще раз, представьте себе, в основном это все, никакого метро еще, там, в Москве, понятно, не был трамвай, там ходил через пеньководу, ну, еще только страна преодолевала гражданскую войну толком, да, так вот, масса людей было. И теперь вот еще что интересно, и какая была реакция населения. Реакция населения докладывалась руководству партии Дзержинским, который, кстати, возглавлял ОГПУ, но ОГПУ так назывался тогда будущий КГБ и бывший ЧК. И Дзержинский же был, между прочим, просто, как один из партий иных лидеров главой, собственно говоря, комиссии по захоронению Ленина. Так вот, сводки о ОГПУ сообщали вообще интересные вещи. А это были, знаете, не для публикации, это просто вот, ну, агентура ОГПУ как бы слушала, что говорят люди. Вот что интересно, значит, все отмечали во всех сводках, что рабочие, они, ну, просто вот подавлены, что каждый завод считает делом чести полудневную зарплату каждого рабочего отчислить на похороны, на венок, чтобы от каждого завода был венок Ленину. Крестьяне относились с плачным сочувствием. Вот что интересно, сейчас же говорят, что Ленин там всех ограбил. Знаете почему? Потому что вот люди тогда были не очень грамотные, телевидение, не было интернета, не было, сами понимаете, да, но тем не менее считал, что Ленин за народ, что Ленин ввел НЭП, как бы послабление, крестьяне так говорили. А вот что, если придет Троцкий, то, значит, все эти послабления будут ликвидированы, там, и крестьянам будет плохо. Вот такие настроения царили тогда в крестьянской среде. Ну, Сталин тогда еще вообще не был популярен в народе, его мало кто знал. Ну, и считал, что одним из вероятных преемников будет Троцкий. И крестьянство было жестко против него настроено, за Ленина. Еще один интересный момент. За Ленина было очень много людей, как сообщало ОГПУ, настроено в Белоруссии. Белоруссию только что отбили от поляков, да, в результате похода Тухачевского на Варшаву, которому все хихикают, да, но Тухачевский, тем не менее, освободил Белоруссию. Потому что к началу наступления Красной Армии она вся была под поляками, вся. Там, вплоть до Бориса, Уорша и прочее. И вот, ОГПУ отмечают, что в Белоруссии настроение белорусов крайне подавленное. Все опасаются, что после смерти Ленина поляки вновь смогут захватить Беларусь. А наоборот, пишет ОГПУ, настроение польского населения Белоруссии, ну, там поляки тоже жили, было радостным. Ну, то есть, они ожидали прихода польской армии. Это о чем говорит, что Ленин тогда инстинктивно даже, да, без всяких выдающихся историков, воспринимался народом как национальный лидер, охраняющий границы страны и радеющий о народе, который делает такую политику, которую людям просто хорошо, особенно тем, нашему населению, настрадавшемуся в ходе империалистической гражданской войны. Дальше захоронение само, да, было решено, как вы знаете, сначала построить деревянный мавзолей, ну, кто же мог предположить конкретную дату кончины вождя. Конечно, к этому и не готовились, и не должны были в этом смысле, конечно, готовиться. Построили деревянный мавзолей, была создана специальная комиссия наших врачей, которая бальзамировала тело Ленина в специальном растворе, потом, уже позже, в 24-м году, мавзолей был деревянный, заменен еще на один деревянный, попроще, вот, в архитектурном стиле, он был проще. Ну, и потом, уже в 30-м году появился мавзолей, который мы с вами все хорошо знаем, из лабрадора, из порфирита, это специально из корейского гранита, и он очень тоже был простой, вот, именно похож на второй деревянный. И с тех пор там хранится тело Владимира Ленина, причем этот мавзолей имеет официальный статус объекта культурного наследия наших народов, то есть это не просто, знаете, там, какое-то архитектурное излишество, как пытаются представить враги Ленина. И вот, самое интересное, еще раз говорю, что многие большевики считали, что, значит, то, что Ленин мавзолей, это как бы дань христианским традициям российского населения, особенно, естественно, крестьян, которые тогда составляли подавляющую часть. Во время Великой Отечественной войны тело Владимира еще было перевезено в Тюмень, ну, из-за платения, что повредят немецкие бомбежки. А сам мавзолей был задекорирован с точки зрения маскировки, как на обычное здание. Ну, и слава Богу, опять-таки, судьба на нашей стране, ни одна немецкая бомба туда не попала. Именно с трибуны мавзолея Сталин принимал известный парад 7 ноября 1941 года, с которого, можно сказать, в моральном смысле и началось наше великое, не только под Москвой, а вообще контрнаступление в той войне, которая привела наших солдат и офицеров к Рейхстагу, именно к мавзолею Ленина. Никуда, а к мавзолею Ленина. Казалось бы, там давно уже почившего к тому времени бросались штандарты поверженных дивизий фашистского рейха. Ну, до 1991 года ни одного вменяемого человека вопроса о перезахоронении Ленина там не возникал. К сожалению, это вот началось во время перестройки. Марк Захаров, Гаврила Попов, которые потом, значит, пытался Власова реабилитировать. Вот заметьте, да, человек был против Ленина и значит за Власова. Ну, казалось бы, тоже все ясно, да, на чьей стороне должны быть нормальные люди. И вот здесь как раз начали трендить там про христианские традиции, что Ленин должен был быть предан земле, хотя еще раз говорю, как раз сохранение, ну, мощей там, да, вот это было именно в христианской традиции. И, кстати, Ельцин в 1997 году даже комиссию какую-то пытался создать там, да, по перезахоронению. Ну, делать-то человеку было нечего, явно, да, потом, значит, дефолт произошел, когда люди умирали в очередях, в банках, пытаясь спасти свои и так, в общем, очень скромное сбережение. слава богу, было опять не до этого, перезахоронивали тогда останки царя, вот этим вот занялись там, в отношении которых опять, кстати, сейчас масса споров и церкви, и официальных органов, и историков, те ли это останки, оттуда ли они вообще там, а те, кто в Бельгии, это что, ну, и так далее, да. Ну, что касается вот уже прихода к власти Путина, вот это вообще интересно, это мало кто знает. Ну, Путин оказался все-таки в этом смысле, несмотря на сколько это странный иногда просто антисоветизм, вот для меня малообъяснимый просто, вот на чем он базируется, на каких, ну, что логических умозаключениях, я до сих пор не могу понять, но тем не менее, Путин сказал так, что пока большинство населения против захоронения Ленина, а так оно, слава богу, есть, то мы этот вопрос там поднимать не будем, ну, по крайней мере. А в 2012 году, когда Путин баллотировался там на очередной президентский срок, он встречался с своими доверенными лицами, это каждый может проверить, и опять-таки, не могут же без этого, понимаете, а что с захоронением Ленина? на что Путин, знаете, что сказал, что то, что Ленин в Мавзолее как раз полностью соответствует христианским традициям, которые, выразился, Путин умело перехватили большевики. Дальше он сказал, езжайте, мол, на Афон, там, еще куда-то, и в монастыри, и все это тоже увидите. То есть, и Путин, как и в 23-м году руководствовал большевиков, видите, оно как раз считало, что то, что Ленин в Мавзолее, это дань христианским традициям там подавляющего населения, подавляющей части населения тогдашней, там, и сегодняшней России. Ну, а кто в последнее время требовал перезахоронения Ленина? Это Жириновский. Даже в 2017 году ЛДПР, который считает себя там оппозиционной партией, почему-то в это еще кто-то, какие-то наивные люди находятся, верят еще даже в это. ЛДПР и Единая Россия совместно понесли какой-то там витиеватый, короче, законопроект там, знаете, как они это любят обычно, чтобы из названия никто ничего не понял толком, но смысл такой, что надо придать земле там туда-сюда и так далее. Ну, ходу этому закону пока не дают, и не потому, что, я думаю, любят Ленина, а потому, что понимают, что большинство населения против того, чтобы Ленин был захоронен. И самое главное, вы знаете, чтобы они вот не бубнили там про захоронение, из наших умов и сердец Ленина они никуда не денут по одним традициям, по другим, сколько бы грязи на него там не выливали, я не знаю, но последний, люди любят, знаете, мелкие особенно, да, об этом Горький писал, он писал, что Ленина ненавидят именно мелкие люди, которые понимают, что им никогда, никогда не совершите десятой доли того, что сделал Ленин, и никогда сотни миллионов людей на всей планете не вспомнят их, как до сих пор вспоминают Ленина. Но я хочу закончить словами Сталина, помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего важного. Субтитры создавал DimaTorzok